Всем привет, с вами Андрей Мартыненко, и это мой Ask Me 5. Небольшая пауза. Помните магазин моего друга? Он добыл рендом ключи Steam и аккаунты. Специальная для вас сейчас скидка на ножи CSGO всего 999 рублей, и на Арканы всего 699. А также куча других крутых скинов. Заходи и покупай. Ссылка в описании. В Киеве дождь и много быдла, поэтому я сейчас себе найду местечко поукромнее, и будем отвечать на ваши вопросы. Я тут нашел себе укрытие такое, дерево. Я сейчас вылезу на дерево. Все, теперь я сижу на дереве, я укрылся от дождя, и достаточно высоко залез, чтобы у меня не достало всякое быдло. Итак, первый вопрос. Что делала Юля после конца видео Ask Me 4? Юля что-то повыделывалась, побила меня еще и убежала все-таки из дому. И сейчас она уехала к себе домой, к родителям, и все, сейчас я сам. Следующий вопрос. Почему ты так поздно спать ложишься в 3-4 часа ночи? Вообще, я ложусь бывает даже и позже. Сегодня я лег, наверное, часов в 6 утра и проснулся вот сейчас, хотя сейчас уже часов в 6 вечера. Как-то так получается, что я живу ночью и днем сплю. Вообще, обычно я ночью монтирую, потому как днем не могу себя заставить, а ночь, когда так спокойненько, тихо, нечего делать, поэтому ночью и монтирую. А днем потом целый день сплю. Вот вчера смонтировал влог и поспал за все сутки только час. И голова болела так, было херово, как будто после какого-то будуна, либо какого-то странного состояния, такое тяжелое. Андрюх, до скольки лет планируешь снимать видосы? Я планирую всю жизнь этим заниматься, только со временем. Чем больше мне будет лет, тем более серьезные будут видео. Вот, к примеру, я планирую, когда мне будет лет 50, я буду снимать об охоте, рыбалке, какие-то путешествия, грибы собирать, рыбку ловить. Всякое такое интересное. Ну как интересно? Интересное для 40-летней, 50-летней аудитории. Вот как раз именно в таком возрасте вы и будете, поэтому буду под вас стараться подстраиваться. Охота и рыбалка. Ты бы мог просто обнять Юлю и извиниться? Ей было бы приятно. Нет, я не буду ничего делать, не буду ничего извиняться ни перед кем. Потому как я не считаю, что я в чем-то виноват. Я делаю то, что я хочу. Это моя жизнь, я ее распоряжаюсь как мне угодно. А если что-то не устраивает, то ничем не могу помочь. Че я должен? Хотелось ли тебе всех послать и уехать самому? Ну вообще, если бы это было как в фильме «Дух, лес 2» в начале, то думаю, да, мне было бы здорово одному на каком-то острове тусоваться, развлекаться и не думать ни о чем плохом. Думаю, я бы выбрал такую жизнь. И мне кажется, что, скорее всего, годиков так через 10, так оно все и будет. Или даже раньше. О, вот еще один интересный вопрос. Если бы тебе предложили несколько миллионов долларов и безызвестность, и славу, но бедность, что бы ты выбрал? Много бабла, но безызвестность? Или... Или жрать с мусорки, но известность? Я ответил на ваш вопрос? Посмотрите самые популярные видео на моем канале, это и будет ответом на мой вопрос. И вот сейчас будет самый-самый-самый интересный вопрос. У кого хуй больше, у Шапика или у Кирюши? Блин, да что тут думать? Понятно, что у Кирюши. У Кирюши хуй больше, чем у всех из Блокстарс. Даже если наши члены все сложить в один, все равно у Кирюши будет больше. Серьезно? Андрей, ты когда-нибудь заказывал шлюху? Да нет. Не заказывал. Они сами приходили. Зачем их заказывать, если они и так все время вокруг трутся? Андрею же вроде нравятся жопастые, а Юля плоская. Ну, во-первых, я бы не сказал, что Юля прям уж плоская сильно. И не скажу, что мне нравятся прям жопастые. Но я не люблю, когда такая, как ее вот это, Бьонси или, блин, не знаю, с такими жопами ужасными. Я не люблю это, не нравится такое. Но мне нравится, когда там поменьше. Поменьше. Ну, не так, чтобы уж яма была впадина. Ну, чтоб не люблю, когда много. Мне нравится минимализм такой. Не люблю, когда настолько большая, огромная жопа, что ты даже членом не дотянешься туда, куда надо. Через жопу. Поэтому люблю поменьше. Почему Юля не делает собственные влоги? Я ей тоже, кстати, задавал этот вопрос. Она говорит, первое, я стесняюсь и, типа, я не знаю, что там говорить, что там делать, что показывать. Во-первых, Юле надо научиться разговаривать. Она разговаривает на суржике. Это и не украинский, и не русский. Русские, наверное, вообще не понимают. Да и те, кто знают только украинский язык, тоже мало что поймут, что Юля говорит. Поэтому при таком раскладе ее будет смотреть минимальная аудитория. Так же, как и у меня было. Поначалу я разговаривал на суржике, вообще до своих 18 лет. И только с 18 я решил перейти на русский и говорить как человек. Потому как раньше я вообще балаковик, я как-то, блин, быдло необразованное, я не умею говорить и нифига не умею. Это чмо, я как-то тупориле, что я все это рассказываю, и нифига никто не понимает. Типа такого. Думаю, на сегодня хватит. Буду слезаться своего укрытия, дерева. Чуть не разбился. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки на этом видео обязательно. Также не забывайте оставлять свои вопросы в комментарии под этим видео. Только давайте пишите вопросы, потому что ваши простые обсуждения так сильно засирают комментарии, что я не могу найти вопросы. Ну и все, на этом все. С вами был Андрей Мартын. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok